28 февраля демократический выбор Казахстана организовали общенациональный митинг по всему Казахстану. Главными требованиями стали освобождение политических заключенных и исполнение резолюции Европейского парламента. В этот же день фиктивный митинг проводили и ДПК. Вы спросите, как же отличить фальшивые митинги власти от настоящих? Мы сейчас наглядно продемонстрируем всю циничность провластных прокладок. Поехали! Акимат Алматы закрыл парк Горького якобы на санитарный день. Режим прилежно готовился к крупным протестам и за день до назначенной даты ограничило работу транспорта. Освобожденные от работы муниципальные автобусы стояли подготовленные в качестве автозаков. Протестующим пришлось идти пешком, чтобы добраться ко входу в парк. Там их сразу же поджидали отряда бойцов спецназа в масках и без опознавательных знаков. В Астане активисты запланировали собраться в 11 часов дня в мечети, чтобы прочитать молитвы в честь Дулата Агадилы. Пришли в мечеть, хотели почтить память Дулата Агадилу, прочитать хоран, но мечеть закрыта в связи с тем, что проходит якобы не санитарный день сегодня. Вот пресса пришла здесь, люди стоят все на улице. Но режим пошел на крайние меры. Мечеть закрыли, многие активисты были задержаны перед входом. Около мечети, конечно же, тоже были жесткие задержания. Все эти абсурдные нарушения прав происходили на фоне цирка ДПК. Его вместе с дюжиной сторонников по традиции окружила кольцо спецназа. Их аккуратно держали в оцеплении, чтобы никто не мешал Мамаю кричать в рупор и позировать перед телекамерой. Складывается впечатление, что бойцы в черных масках присоединились к митингу. В оцеплении спецназа можно было спокойно поговорить по телефону или закурить сигаретку. Особенно бережно спецназа охранял Макса Бакаева на митинге в Атрал. Хоровод на площади сложно назвать оцеплением, ведь митингующих спокойно пропускали через кольцо из спецназовцев. Мы видим, что в Кетлинге ничего такого не происходит, беспрепятственно так называемый происходит протест. Обратите внимание, что в Атерау сотрудники СОБР пропускают наблюдателей и выпускают из кольца. Но они выпускают не только наблюдателей, они выпускают в том числе членов партии ДПК, которые позициируют себя позиционально. Вот сейчас смотрите, каким-то абсолютно странным образом СОБР внимательно слушает и пополняет требования членов партии ДПК. Вот они сказали разойтись и уже Кетлинга как такового и нет. Не введитесь на проект Хусанов-2, каким на самом деле является ДПК. Режим Назарбаева никогда не проявляет лояльность и терпение, когда вопрос касается протестов. Активистов сразу задерживают, штрафуют или сажают в тюрьму. по сфабрикованным обвинениям. А ЦРК с очередной блокадой протестующих – откровенная попытка обмануть Запад и наших граждан.